Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ программа «Все грани меча». Очень интересная и насыщенная была прошлая неделя. Она касалась не только внутреннего чемпионата, но и Лиги Чемпионов, и Лига Европы. Все вместила прошлая неделя в себя. И именно об этом мы хотели бы поговорить сегодня вместе с вами, а также с Сергеем Бослаевым, Евгением Ворониным и Эльдаром Ишкаевым. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Всем привет! Ну, что я могу сказать? Футбол, который мы когда-то называли весенний, вот мне, по моим ощущениям, я не почувствовал, что это был весенний футбол. Это был реальный, настоящий, тот, который мы любим, тот, который мы обожаем, тот, который мы смотрим, и ради которого мы готовы ходить на стадионы и поддерживать свои команды. Так ли это или не так, узнаем ближайшие 45 минут вместе с вами. Телефоны вы видите на своих экранах, подключайтесь к нашему разговору, тем более темы действительно очень и очень интересны. Это Лига Европы, Лига Чемпионов, чемпионат, ну и предстоящие матчи нашей российской сборной, которая ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, встречи с Бразилией и Францией, что может быть сильнее. Итак, поехали. Давайте посмотрим первую таблицу результатов, как сыграли наши команды в Лиге Европы. Итак, обсудим первый матч. Атлетика Мадрид, Локомотив, испанцы выиграли у себя дома 3-0. Ну а в Москве, в холодной промерзшей Москве, южные ребята разделали под орех команду Локомотив. Друзья мои, на ваш взгляд, что не получилось у Локомотива в этих встречах? В обоих или конкретно? Нет, ну давайте уж сразу две игры обсудим, тем более результат-то, в общем-то... Ничего не получилось. Ровным счетом ничего. Я вот обратил внимание, вот из Локомотива в Спартак, из Спартака в Локомотив, игроки бегают туда-сюда, туда-сюда, и Локомотив решил пойти по стопам Спартака. Один в один. Ливерпуль. И дальше, как говорится, по списку. Здесь то же самое. И мне на самом деле вот, ну, горечно как-то становится, а будущий, ну, наверное, чемпион без пяти минут. И так вот играет. Ну, честное слово, ну, как Спартак-Москва, одним словом. Ну, честно. Интересное сравнение. Просто обидно-досадно. Ну, как так можно? Как так можно? Да нет, если говорить про московский матч, да, когда Локомотив проиграл 1-5, да, все-таки вот в первый тайм они закончили 1-1, и решили поиграть в атакующий футбол с командой... Какой другой может быть футбол, когда надо было сбивать? Другого не было. Другого не было. Другого не было варианта. Поэтому они играли в открытый футбол. Открытый футбол с Атлетикой играть нельзя. Что было и доказано, Атлетикой, что они забили четыре безответных мяча, и спокойно уехали со счетом 5-1. Нашим командам ни в какой футбол с такими командами, как Атлетикой, играть нельзя. Или лучше вообще на них не выходить? По крайней мере, 3-0 было бы. Ну, да. Техническое выражение. Да, 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 не так обидно. Сергей, на твой взгляд, действительно, Локомотив, как сказал Ильдар, ничего не показал. Но, на мой взгляд, слишком многое показал Атлетика. Да, я скорее с тобой соглашусь, потому что Локомотив-то не скажешь, он специально не сыграл так, в полную силу. Он играл, как он умеет играть, как он играет в чемпионате. Вы согласитесь со мной. А Атлетика просто показал то место, на котором сейчас находится действительно российский чемпионат. Вот наш, может быть, будущий чемпион, вот так вот играет против, ну, одной, можно сказать, сильнейшей команд Европы. Ну, на мой взгляд, это так и есть. Ну, да, но, понимаешь, они играют дома, да, ладно, 3-0 там сыграли. Но здесь, я не знаю, то ли от сильного мороза так бегала Атлетика, переиграла действительно в чистую. Ну, немножко обидно за результаты, как-то за страну, что так немножко мы упали в грязь. Ну, вспомните, когда мы узнали, кто будет соперником у Локомотива, у нас здесь возникли какие-то иллюзии, что Локомотив пройдет Атлетикой. Давайте честно друг другу скажем. Может быть, у Кости возникли иллюзии какие-то, у болельщика Локомотива. Олег, поражение у Розни. Если бы Локомотив проиграл 1-2, это одно. Ну, а когда Локомотив проигрывает в пух и прав в двух матчах, да, с разницей мячей 1-8, да, грубо говоря. А тебе напомнить, как ЦСКА сыграл с Баварией 1-5 и второй матч сколько был? 0-3. Вот. Не 1-8? Ну, Бавария топ-клуб. А Атлетика? Нет, как и Атлетика. Поэтому я говорю, что это уровень наших чемпионатов, о чем говорить. Ну, я абсолютно соглашусь. И я лично считаю, что у Локомотива не было ни одного шанса пройти Атлетикой. С таким Атлетикой не было ни одного шанса. Ну, я даже вспомни, Олег, игру вспомни, по технике, да, по культуре пасса, там, ну, во всем действительно происходили. Да, по всему, конечно. Да, было смотреть приятнее на Атлетика, понимаешь, чем на Локомотив, вот честно сказать. Ну, что ж, давайте не будем, как говорится, посыпать пеплом голову и болельщиков Локомотива. Прежде всего, ну, команда имеет тот уровень, который, скорее всего, не позволяет ей сейчас проходить мадридскую команду. Поэтому, ну, что тут сделаешь? Как говорится, надо больше тренироваться. Идем дальше. Идем дальше. Следующий матч, который хотелось бы обсудить, он принес положительные эмоции для болельщиков. Надеюсь, не только ЦСКА, но и всего российского футбола. Итак, ЦСКА дома проиграл Леону, ну, а уже во Франции ЦСКА сотворил, как многие говорят, чудо, сотворил какой-то, не знаю, фейерверк, который позволил добиться нужного результата. Ждали ли вы, болельщики ЦСКА, такого результата? Только честно. Ждали. Вот честно, вот положа руку на себя, я ждал. Я думаю, что мы там победили бы не 3-2, да, допустим, а я предполагаю, что мы выиграть можем 2-1. Поскольку мы играем на выездах лучше, чем в домашних матчах. Заказано причем, неоднократно. Да, неоднократно. Вот, и по тому уровню, как здесь играли эти две команды, я сказал, что команда Леона смотрится примерно так же, как Урал. Как мы с Уралом играли до этого. То есть, они ничего выдающееся не показывали, с ними можно было играть. Что такое? Вот это да. Вот, блин, ребят, да нет, вы просто посмотрели. Конечно, когда мы уже посмотрели, как сыграл ЦСКА, можно, конечно, сказать, что Леон играл как Урал. Если бы, скажем так, не одно мероприятие, не, хорошо, если бы не то мероприятие, о котором мы знаем, да, проходило бы наши передачи на прошлой неделе, я бы тебе то же самое сказал, что ничего сверхъестественного Леона не показал. Поэтому можно было с ним играть. А может быть, наоборот, ЦСКА показал что-то сверхъестественное? Нет, мы просто забили то, что должны были забить. И Акинфеев вытащил то, что должен был вытащить. Даже больше того. Матч выиграл... Сказочник, уж простите. Ну почему сказочники? Ну расскажи нам мне сказки. Хорошо, расскажу. Но перед этим давайте пообщаемся с нашим телезрителем. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло, вечер, добрый, это Анатолий. Мои почтения, товарищи ведущие и прочие слушатели, которые смотрят в эфир, который, к сожалению, недоступен. Ничего, все будет. Во-первых, хочу поздравить армейцев с выдающейся победой в Лиге Европы. Матч был погонь. Просто шикарный матч, поэтому с победой. Ну и Спартак тоже с победным дробином. Я считаю, этот просто гениальный матч выделяет. Дальше по тексту. Хочется вопрос задать именно Эльдару. Ильдар, знаю вас лично, как давнего преданного сердца на армейскому клубу. Поэтому хочется услышать именно вашу точку зрения по поводу высказания господина Уркина. Опереносим матчей в СССР из-за выборов президента Российской Федерации на более поздние сроки. Где можно собирать будет 7 матчей за 21 день. Мне кажется, это тратический, конечно, режим. И как вы относитесь к тому, что в последнее время очень часто упоминаются руководители РФПЛ не в лучшем качестве. И какое на ваш взгляд наказание должно применяться к высшим непрофессиональным чиновникам данного рамка в России? Спасибо. Хорошая дирекция. Вот только загнул. Спасибо большое. Выдающаяся победа. Выдающаяся. Для ЦСКА. Это Леоном. Выдающаяся победа. Да и мы знали. Мы Леон обыграли бы вообще просто. А тут оказывается выдающаяся. Так это же болельщик Спартака. Не знаю. Он не представился. Ну мы-то знаем его. Поэтому он... Соглашусь, конечно. Не, и то, что вот на самом деле перенос игр. Да, ну на самом деле да. Там сейчас ЦСКА играть 21 день. Безобразие, да. 7 игр. Василий Уткин правильно сказал. Ну это просто катастрофа. Это реально, не знаю, чем действительно Пряткин и компания все эти думали. Ну просто, ну здесь как минимум, ну по-хорошему уже в отставку. Ребят, ну это не профессионализм. Если единственный человек в стране не знает, когда выборы у нас. Конечно. И календарь составляют. О чем это говорит, да. То есть, ну как так. Я к этому отношусь очень, на самом деле, категорически. И, ну... У меня просто нет слов. Категорически отрицательный. Конечно. И здесь вот здесь всего этого, скажем так, один плюс только для Спартака. Он набрал три очка и все, едет дальше. Водка выпита, закуска съедена. Остальные теперь как-то что-то, чего-то. А не дай бог травмы. У того же там, у Локомотива там, или что-то у ЦСКА, у Динамо там. Все. Получается все. А что касается вот игры, то, что мы в Леоне сыграли. Ну, мы до последнего будем верить в команду. Я уже говорил неоднократно, да. И теперь вот всем этим соперникам, да, надо остерегаться ЦСКА. Нежели ЦСКА надо остерегаться их. Потому что больше всех очередной раз ЦСКА положил 20 очков в копилку общих очков. Да, вот для страны. Опять ЦСКА без трансферов. Больше заработал денег. Больше денег. И плюс он обыграл французскую команду. Именно по рейтингу. Вот это надо тоже учитывать. Вот и все. И поэтому ребята вышли и доказали то, что они могут. То, что они умеют. И то, что они хотят идти играть дальше. Вот это и есть вот этот дух. Армейский дух. Волевой дух. Который заставляет идти команду вперед, вперед, вперед. Если, дай бог, мы обыграем арсенал. Что нам вполне возможно. 12-летняя история повторяется. Финал спортинг. Лисовый. Как расписал-то. Прям как басьян сразу. Да. Вопрос к болельщикам с ЦСКА. Вы говорите, да, вот ЦСКА он так играет. Но когда последний раз ЦСКА? Ну, из последних игр. Я не говорю, там, предыдущий, там, прошлый год. Предыдущий сезон. В этом сезоне вы видели такую игру ЦСКА? Нет. Это первая игра, первая настоящая игра в этом сезоне. Поэтому я его подводил. Конечно. Это не то, что... Вот эта игра одна из самых лучших, наверное, годика так вот за три, за четыре. Да, да, да. Да, я соглашусь. Вспомни, когда я говорил, что я начинаю засыпать. А вот этот, как это называется, слуцкая игра? Да, да, да. Согласен. Какой хороший термин, мне кажется. Слуцкая игра. Слуцкизм. Слуцкизм в игре ЦСКА. Я соглашусь. Нет, действительно. Я играли, действительно. Как болельщик другой команды, мне действительно интересно было смотреть. Очень интересно. Я все 90 минут сидел в напряжении. Это футбол действительно для зрителя. Конечно. Получаешь удовольствие. Вот этот неправильно засчитанный гол. А понимаешь, вот это все переживаешь, думаешь, блин, а я поймался на мысли, твою мать, я же за этот, за Динамо так позволял. Честное слово. Нет, причем и игроки, на самом деле, и молодые все. И Кучаев тот же отрабатывал, пусть там какие-то там ошибки, но без этого. У него день рождения был на днях, 20 лет исполнилось. Но они играли так, ну Любу дорого смотреть. Игорь, конечно, это капитан. Дай Бог, чтобы ЦСКА так играл. Ну да, да, да. С Арсеналом. Я, конечно, может быть, эту, как сказать, фразу или новость, что называется, скажу чуть позже, когда мы будем смотреть результат жеребьевки, кто достался ЦСКА. Давайте я сделаю такую, что называется, такой анонс, да. Но я обязательно это скажу, как говорят на других каналах, дождитесь, не переключайте. ЦСКА, ЦСКА, ЦСКА. Что еще можно сказать об игре с Леоном? Мне кажется, что ЦСКА прыгнул выше головы. Мне кажется. Нет, знаешь, все-таки не выше головы. Не забывайте, с кем играл ЦСКА в 2005 году, когда получил кубок УЕФА. Кто был в составе? Вагнер. Корвальев. Да. Не сравнить. Березуцкий на 12 лет с Игнашевичем. Молод. Жирков. В его лучшей форме. В лучшей форме. В конце, после матча он сказал, хвалите, хвалите. Он сам был в восторге от этой игры. Ну, действительно, играли хорошо. Хорошо. Играла команда, в которой играет, грубо говоря, 38-летний защитник, да. И ползащитник играет 20 лет. Грубо говоря, сын играет с отцом вместе в футбол. Это было, конечно, приятно было смотреть. Нам бы еще нападающего, такого, типа того же Вагнера, Умия, Уолич. Который мог зацепиться и подождать. Даже Нецц. Не, Нецц-то немножко угловатый был. Ну, угловатый, но все равно. Вагнер, он мог остановиться и выдержать. Жо тоже день рождения был буквально. Вот таких бы. У вас хороший тоже. Ну, что ж, еще успеем, мне кажется, наговориться про ЦСКА, когда будем уже обсуждать жеребьевку, с кем попарилась армейская команда. Сейчас давайте обсудим игру команды, которая разочаровала, я думаю, всех болельщиков. Не только Санкт-Петербурга, но и всех болельщиков вообще, кто любит футбол. Мы говорим о Зените. Да, досталась команда по жеребию, как мы говорили, не самая, наверное, сложная. Да, немецкая, но все-таки Лейпциг не добивался каких-то больших результатов. И получите. Дома Лейпциг выиграл 2-1, ну а в игре в Санкт-Петербурге была ничья. И то могли и эту игру проиграть, если на последних минутах вратарь не отразил одиннадцатиметровый удар. Сергей, тебе вопрос, ты, я знаю, очень любишь «Зенит», а немцев еще больше. Ты говорил на прошлой передаче, что Лейпциг абсолютно точно не подарок и что «Зенит» скорее всего не пройдет эту команду. Нет, я сказал, что в первом матче 2-0 выиграет Лейпциг. Вы смеялись надо мной, но почти угадал. Были постремлены. Почти угадал, да. 2-1 выиграли немцы. Ну, немецкая команда, действительно, мы видели. Не, надо не от этого толкаться. Толкаться от того, как «Зенит» играет. Да, вот последние матчи «Зенита» показали, что «Зенит» очень тяжело играет. Очень. Напряжно там, я так понял, в команде что-то там происходит. Какие-то круговороты. Да, круговороты. Поэтому команда смотрелась как-то невнятно. Каждый сам за себя. С СССР если сравнить, если бились на любом участке поля за команду, то здесь непонятно, кто за кого играл. А Лейпциг играл немцы. Они играют со футбол. Это, как мы говорим, машина, да. Они знают все. И вот гол забитый в Петербурге показал это. То есть спокойненько ребята. Не тушевались. Они пропустили. Играли дальше. Все. Довели счет до такого, которым нужно. Ну, если мне память не изменяет. В Лейпциге нет ни одного игрока сборной Германии. Ну и пусть. Если мы говорим все-таки о немецкой машине, как таковой. Команда молодая. Вновь созданная. Построен новый стадион. Люди ходят. Постоянно полный стадион там у них собирается. Я не знаю. Почему. Не все же команды за счет звезд, допустим. За счет тех, кто играет в сборной. Выезжают. Есть же команды. Можно даже найти. В Зальцбург. Много там игроков сборной. Я не знаю. Австрия может быть и есть. А много там с Австрией играет. Олег, посмотри. А Австрию. Нет. Состав. Посмотри. Два-три игрока из Австрии. А при чем здесь сборная? Самые большие игроки. Нет. Я просто говорю, что в Динамо тоже когда-то была сборная Португалии. И что? Мы к этому и ведем. Все были звезды, а рояль-то кто таскает. Это не показатель. Поэтому здесь показали и немножко повозили. Хорошо. Что с Зенитова? Если вы помните. Я это признаю. Что ошибся. Был неправ. О том, что повесил уже чемпионские медали на шею с Зенитом. Я признаю абсолютно это дело. И не стесняюсь этого делать. Я повесил уже чемпионские медали. Помните, после 10-15 тура, когда Зенит был на первом месте. Наверное, после 10-го все-таки. Отрыв уже был такой. Это Качков 6-7. И мне казалось, ну, ребята, наверное, все. Можно уже наш футбол не смотреть. И что сейчас происходит? Явно, что идет какой-то конфликт между тренерами и игроками. Это явно. Почему его не решают? Не могу тебе сказать. Сезон Насмарку. Насмарку, наверное. Улетели. В чемпионате улетели. В Лиге чемпионов улетели. Я думаю, что, понимаешь, скажем так, тренера Манчини брали в основном как... Имя. Да. Пафос. Они могли в то же время взять, допустим, того же Гончаренко могли взять, замечательного тренера, но они его не взяли. Они взяли Манчини. Потому что он не взял. Правильно. Потому что не имя. Им нужна касса. Имя, да. Тем более осталось играть меньше двух месяцев до конца сезона. Вообще сезона футбольного. Поэтому менять, я думаю, они не будут его. Сейчас нет. Понимаешь, когда тренер постоянно говорит, что у меня нет нападающих. Нет этого. Тогда... Тренер говорит на всем. На всем. Он говорит, что плохие судьи. Плохое поле. Нет игроков. Так точно. У Зенита нет игроков. Ты видел такую скамейку? Смешно. Там три скамейки. Вот поставь в ряд. Они вмещаться не будут. СССР. СССР играет практически... Сколько лет? 14 человек играет. Играет 14 человек. Причем больше из них в сборные постоянно призываются. А то и 13. Защитники нападения играют. Какая? Верблум. Его на ворота поставь. Он и Акинфиева на самом деле заменит. Не пробовали, кстати. Наверняка Ватутика пробовали. Вот мне напоминают нынешний Зенит. Когда была проблема с Халком. Когда не могли найти общий язык. Такая атмосфера нехорошая. Да плюс еще в том матче... А с чем это связано? Все, как мы говорим, профессионалы. Тем более, когда бывал конфликт, помнишь, в Динамо, да? Между российскими игроками и португальскими. Да и в ЦСКА были бразильцы. Да. Были какие-то проблемы. Плюс вспомните, какой у нас клуб еще тоже был. Где начались все эти проблемы. А здесь, когда в ЦСКА происходили такие проблемы, вызывает отец к себе на разговоры игроков. Разговор с ними? Да. Евгений Ленордж и все нормально. Все решается. Вот и все. А там, наверное... Денисов тогда конфликтовал, да? Денисов во всех командах. Ну, я имею в виду с иностранными футболистами. Да. Что не так заплатили, не так это. Кому-то больше, кому-то меньше. Здесь таких разговоров в ЦСКА не было. Я не знаю почему. Здесь аргентинцы диаспоры. Там российские диаспоры. У нас тоже была бразильская диаспора. И что, ничего, никто не конфликтовал, все играли. Постоянно винят тренера. Тренер виноват. Тренер виноват. Не прошли. Проиграли. Здесь то же самое. Здесь надо, ну, вот, индивидуально строить вот это вот. Ну, как в ЦСКА. В том же, да. Там все построено между собой. Настолько вот. Ну, да. Вот эта вот ладья. Вот красно-синяя. Она плывет и плывет. Как только ее не хотят раскачать в разные стороны. И с меня обсуждаются. И продали его. И Игоря продают. И всех обдают. И Игоря продают. Там долбню берут в СКА. Там все вот это. Ладья тихо плывет. Собака лает. Караван идет. Все. Никто ничего. Еще раз повторю. Игорь всегда побеждает банда. Да. Все чемпионаты выигрывают. Конечно. Ну, да. Как Лестер. Лестер, да. Вот Ростов у нас, помнишь, чуть не выиграл. Да, да, да. Тоже там по игрокам-то, ну, кого там назвали. Так они играли как. Они бились со всеми. Бились в Европе. Из Баварии, кстати. Это была банда. Они играли нормально. Я, конечно, не знаю, кто нам дозвонился. Ну, надеюсь, это точно не банда. Добрый вечер. Да, слушаем вас. Чуть-чуть, как вам не успел, ребята. Это Кирилл. Привет, Кирилл. А, я понимаю, речь идет о Зените, да? Да. Да. Почему Зенит умер, Кирилл? Почему Зенит умер в своей игре? Как в чемпионате, так и в Европе. Да, 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 об этом он как бы сказать. С самого взгляд, Манчини не тренер, он больше менеджер. Это вот совершенно тренер, который не подходит для российских реалий. Это человек, которому надо купить игроков, и который что-то сделает. Игроков не купили, он не делает ничего. Это менеджер. В том понимании, которое мы вкладываем в слово «тренер», можно назвать детского тренера, можно назвать русским тренером, можно назвать романским тренером. Он не тренер. И он хочет завить все деньгами, это не получается. Я сейчас не говорю, рад этому. Я думаю, что все, не болельщики Зенита, этому в какой-то степени радуются. Обидно, что можно было очки брать. Спасибо. Спасибо, Кирилл. Я добавлю, поддержу Кирилла. Действительно, вчера же Слуцкий сказал, что в России тренер физрук. Да, да, да. А Кирилл правильно говорит, а за рубежом он менеджер. Действительно, ему дают игроков, он их выстраивает, как на шахтной доске они играют. А здесь он должен их разговаривать, заставлять, тренировать, учить. Мы все время говорим, а почему вот он так, а вот он не умеет. И он должен его научить. Хотя это должны научить, извините, со школы должны учить, как подкат делать, как головой играть, как пас отдавать, как мяч останавливать. А у нас он продолжает в команде показывать, за руку водит, куда встать ему. Все правильно, Кирилл говорит. Ну что ж, давайте, наверное, сотрем скупую слезу. По поводу того, что «Зенит» не прошел дальше. Хотя говорили о том, что у него, наверное, самые реальные шансы в этом розыгрыше победить. Давайте обращаем внимание на то, как состоялась жеребьевка 1-4 финала Лиги Европы, куда пробивалась армейская команда и кто достался ей. 5 апреля ЦСКА играет в Лондоне, а 12 апреля в Москве в день космонавтики. Интересно, все ли решится в первой игре или, как говорится, армейцы оставят еще десерт на свой домашний московский матч. Арсенал. Нам не забил? Это Гиннер все купил. Почему? Для Арсенала? Для Арсенала, да. Вот вы как. Ну, расскажите, почему это так? Арсенал? Или это часто только имя осталось? Гораздо хуже, если попался тот же «Атлетика». Ну, попался бы и попался. А Арсенал? Да почему нет-то? А если «Спортинг», «Зальцбург»? Да ради бога. Нет, я подержу. Во-первых, я считаю, что Арсенал – идеальная команда из этой кучи, которая для ЦСКА была. Абсолютно. Я сейчас объясню почему. Арсенал – незакрытая команда. Армейцам играют. Вспомним, вот они подтвердят мне болельщики ЦСКА. Как ЦСКА играет против закрытых команд, которые от обороны играют. А Арсенал – открытая команда. ЦСКА будет легче, я думаю. И даже, понимаешь, пусть, допустим, того, что ЦСКА не пройдет, то это не будет так позорно проиграть какому-то «Зальцбургу». Даже «Спортинг». Здесь все-таки Арсенал, во-первых… И это уже соломка. Единственное, что меня пугает… Но это он не болельщик ЦСКА. Единственное, что меня пугает в этой игре, в предстоящей, это вот… Знаем же, что Арсенал писал письмо в UEFA, якобы отстранить ЦСКА. Вот. И боюсь, что здесь как-то вот все-таки, наверное… Я думаю, вряд ли. Вряд ли. Ну, вот… Я думаю, какая-то административная ресурс какой-то. И то, что сейчас творится, вот то, что у нас сейчас, скажем так… Политические моменты, да. Вот это политическая… Министерство поедет поддерживать, я думаю, в Лону, потому что вряд ли там… Да не выпустят. Я боюсь, что сейчас многих… Я бы сам с удовольствием поехал бы, да. Вот я на Тоттенхем ездил… У Гирилла статьи есть, вижу. Английская, но он… Ну, его и отправят. Его и отправят. Ну, я честно скажу, пока я не нахожу, какие аргументы можно было бы представить болельщикам, например, ЦСКА против… А Муса? Вот у него был шанс. Муса, да. Смотрите, Муса, был шанс, да. Вот не заиграл в Лестере, да, там… Докажи, что ты можешь забивать английским командам. Я думаю, он будет где-то у себя это держать. Конечно. Ну, нормально. Любой из нас бы сказал, ага, я вам сейчас устрою. Плюс Витинью, да, там, опять же, им надо дальше светиться. Конечно. Им надо дальше как-то чего-то… Там все прекрасно понимают. И Гиннер уже подсчитал. Ага, сейчас там мы пройдем арсенал. Витинь и Муса сразу нолики рисуются. Даже Головин тот же может показать. Головин тот же. У него же, кстати, арсенал якобы интересовался им. Ну, вот пускай показывает. Вот, пожалуйста, еще одна мотивация. Все как… Единственное, что вот с защитниками. Ну, это вот у нас, я не знаю, прямо… Да, у Березуцких тоже, видимо, нули прибавится. У меня вопрос к болельщикам ЦСКА. А вот дети Березуцкого и Игнашевича, там они… Сколько лет тоже? Не подросли они там? А, чтобы… Сразу сказали, они подходит уже на поле. Нет пока. Ну, они вроде там сколько там? Лет 7-8. Ну да, маленькие еще. Ну, давайте не будем делать прогнозов. Естественно… Поживем… Поживем, увидим, да. Но, может быть, я слишком пессимистичен, что ли. Но, мне кажется, ЦСКА остановится на арсенале. И меня в этом вопросе поддержал один спартаковский болельщик. Я не буду называть имя и фамилию, но он сказал одну фразу. Я ее немножко сейчас обработаю. Оккультуришь? Да, мы в эфире. Он сказал, что если ЦСКА пройдет арсенал… Он залезет на… …то он лично… Нет, он лично сделает с собой то, чтобы стать Евнухом. Вот это да! А теперь можете себе представить… Я даже догадываюсь, кто это… А теперь можете себе представить, что ждет… Да, что ждет семью в этом случае. Ну, даже не знаю. Надо стараться до 12-го часа. Да, хорошо, что… Будем болеть. Будем болеть. Давайте переходим на чемпионат России. 23-й тур прошел выходные в субботу, накануне выборов. Действительно, некоторые матчи были перенесены и отменены. А те, которые нет, они состоялись. Итак, Анжи Тосна. 2-0. Неожиданно, честно говоря, для меня этот результат. Рубин Спартак. Спартаковские болельщики ликуют. Опять забитые мячи, которые приносят три очка на последних минутах. Краснодар-Уфа. Очень многие обвиняют Шалимова в том, что он либо выдохся, либо не может поставить игру Краснодару победную. Арсенал-Ростов-2-2. И СК Хабаровск-Урал. Скорее всего, эта игра окончательно похоронила надежды болельщиков Хабаровского клуба о том, что они сохранят место в премьер-лиге. Давайте не будем останавливаться на каком-то одном из матчей. Мне просто хотелось немножко по Краснодару сказать. Сереж. Да, что-то задувается. Краснодар уже не первый сезон. Подходит, подходит, подходит. Мы говорим... Кононов же был, да, тренер до этого? Сейчас Шалимов был. Да, Шалимов. Да, Шалимов. Подходит, подходит, подходит. Вроде бы даже и о чемпионстве говорят, и о лиге чемпионов говорят. И когда вот уже все, крючочками зацепились они, почему-то эти крючочки, к сожалению, соскальзывают. Шалимов в какой сезон тренируется? Второй. Мне кажется, уже третий. А может быть, даже и третий. Да, третий сезон. Может быть, да. И вот матч как раз с Уфой показал, да, вот Семак тренирует Уфу, и Уфа теряет игроков практически каждый год. И Семак, и видно, какая игра у Уфы, и как они играют, я все вижу. Я вот смотрел, а здесь Краснодар, какой год они играют, я не понимаю игру Шалимова, действительно. С Кириллом мы поспорили даже в интернете, там у нас в чате, но я не понимаю. Действительно, и Галецкий куда смотрит, да, и деньги вроде вкладываются, игроки неплохие, да. Но можно же даже на этой базе команды, вот тот же, я думаю, и Семак, даже Тарханов построили бы. Да даже при Конанове такого не было. Да, у Конанов даже лучшие действительно играли. Лучший играл, и в Европе там они выступали. Я не знаю, какие там отношения у них там это, ну... Игра у них была. Мне здесь кажется, что здесь как раз проблема в тренере. Ну а я к чему говорю-то. Здесь тренер. Нет, нет, нет. Я к тому, что подводя итог. Давай, давай. Подводя итог, что проблема в тренере, а не в ком-то другом. Я думаю, его поменяют. В инфраструктуре, либо еще какие-то дела. Прекрасный, да, все хорошо. Прекрасный нападающий. А есть у нас вообще... Вратарь классный. Команда, я не знаю... Сереж, мы можем спорить сколько угодно. А Тарханове, Семак, кто у нас еще, да? Но они все приходят в команды, у которых одна задача. Не пропустить и удержаться в премьер-лиге. У Семака в Уфе. У него не стоит задача поставить игру, чтобы команда стала чемпионом. Но она играет, Олег. Она играет. Она играет. Играет. Но это не постановка игры чемпионов. Ну, давай сходить с Краснодаром по их задачам. Надо становиться. Хорошо. Тут вопрос еще больше. Сколько еще? Сколько дать Шалимову лет еще, чтобы Краснодар поднялся на первое и второе место? Сколько? Шалимов не тренер, чемпион. А я к чему тебя веду? А есть такие тренеры? Есть. Кто? Газаев. Который пришел и на следующий год. Через два года. Через два года. Смотри, вопрос в чем? Скальдар скальдар. Бюджет. Уфа не рассчитывает на Лигу Европы. Не рассчитывает. По бюджету. Они вот. Краснодар рассчитывает. Они и вкладывают. Газаев пришел на деньги Абрамовича. Конечно же, рассчитывали. То есть, все вот так взаимосвязано. Вот приходят. Конечно. Вот на тебе деньги. Действуй вперед. Здесь от Шалимова то же самое. Не по синьке шапка оказалась. Выделили им. А Симака? Что спрос? Вот если, например, в Краснодар его возьмут, к примеру, Симака. Денег столько. И если он не начнет выводить команду в Лигу Европы, то тогда с него спросят. А здесь-то за что с него спрашивать? Играют и играют. Я тебе хочу скажу. Есть еще и Батэ была. Помните команда? Да? Белорусская. Конечно. Я не думаю, что там были выдающиеся и большие идеи. Но команда играла. Для Белоруссии были. Ну, нет. Мы берем по европейским меркам. Это ФНЛ нашей команды. Однако играла. Симак. Да? Ну, если уж вы зацепили за Симака. Ну, раз Суфа играл. Может этот тренер поставить игру, которая будет приводить команду не к вылету, а к победу? У Симака были провалы. Не было провалов Суфой. Потому что у команды другие задачи. Ну, сейчас оботрется. Но другие задачи другие игроки. Поставить другого тренера и Уфа могла вылететь. Конечно. И другие деньги. Не знаю. Нет. Нет, Олег. По игре ты видишь? Давай по игре смотри. Давай по игре смотри. Опять же я вернусь к игре. По игре ты видишь, что команда Уфа играющая команда. А Краснодар при наличии таких игроков. Играющая для выполнения задачи не вылетит. Правильно. Поставленных задач. Не вылетит. Уфа не проиграла никому дома. Поставленные задачи, Олег. Вообще никому не проигрывать дома. Мы рады были. Сыграли в ничью, хотя могли выиграть. Из Уфы приехали. И остальные команды тоже. Задача у Уфы отнять очки. Ну и что? Дай бог. Отнять очки. Задача выполняется. А у Краснодара задача набрать очки. Он убирает, он дома не может выиграть. Я про это и говорю. Задача выполняется? У Уфы отобрать. Не важно. Задача выполняется? Отобрать. Выполняется задача? Выполняется. А задачи набрать? Будет Симак выступать в другую команду, будет стоять другая задача. Конечно. Будет так же выполняться, я думаю. Конечно. Ну, как говорится, поживем увидим. Давайте посмотрим турнирную таблицу. Она немножко не показывает всей сути, потому что не все команды сыграли одинаковое количество игр. Локомотиву это не мешает лидировать с отрывом 5 очков, учитывая, что у них на один матч меньше. ЦСКА, соответственно, также на один матч меньше. Краснодар неожиданно, на мой взгляд, может отцепиться. Может быть, даже и от Лиги Европы с таким, как говорится, набором и подходом. УФА, сразу за Зенитом. УФА, да. УФА, да. Где Симак и Манчин. Арсенал, пожалуйста. Тульская команда. Команда из города. Мне кажется, бюджет всей Тулы меньше, чем у Зенита. Опять же, смотри. У команды. Олег, подожди. Минуточку тормозни. Урал, Тарханов, Арсенал, Божевич, УФА, Симак. Зенит пропускаем, Краснодар пропускаем. Понимаешь, вот эти команды, там тренерские команды. Они играют. Тот же Локомотив взять. Это Семинская команда. У нас Локомотив сейчас из игроков составлен. Они играют, выигрывают. Идут на первом месте из-за Семина. Мирольчаки, да? Один пара на. Ну, потому что Семин приводил команду, и у него есть тренерская. Достигать результата. Я говорю, что тренерские команды. Тренерские. Да? Что не так? Ну, подожди. Ростов взял. Ты посмотри. Первую часть убрал. Там 28к очков. У кого там это? Единственное правильно ты сказал. Рубин. Урал. Урал. И сколько у Арсенала? Ну, 27. Какой 27? 32. У Арсенала, да. Ну, 28. Ладно. Ну, хорошо. Ладно. СКА Хабаровск. Все понятно. А вот те, кто находится. Да. Рубин. Ростов. Ахмат. Одна победа. И они могут взлететь на Василию. А где Динамо? Динамо не вижу. Динамо не вижу. Сережа. Динамо нормально. Точно. Проблемы сейчас возникают. Финансовые. Амкаров. Финансовые проблемы. СКА уже видно все. Крест сам на себя поставил. Понимаешь? Там внизу команды, которые, ну, тренер, не тренер, там уже ничего не сделаешь. Там кого хочешь ставить. Там хоть Симакар. Зато у Анжи, и Тосна, и Амкара достаточно такая календарь? Абсолютно не интересная ситуация. 23 игры сыграли, 23 очка набрали. Амкар 22 игры сыграли, 22 очка. При своих, да? Они вообще вот. Ровные. Ровные абсолютно. Как видите, утром в стуле, вечером деньги. Да. Ну, естественно, естественно, хотелось бы услышать и мнение нашего болельщика, который обязательно нам скажет что-нибудь интересное. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это опять Кирилл. Да. Что-то вам интересно. Хочу защитить Краснодар и Садимова. Да, да, да. Это не такой большой бюджет у команды. Ставка делается на своих великих игроков. Ну, какие свои? Смолов свой? Исландцы свои? Исландцы свои? Кто у них там еще? Нет, я имею в виду потенциально. Ну, команды, которые не заливаются деньгами. Кирилл, ну, на сегодняшний день ты нормально, но комплектованная команда. Что ты споришь с тобой? Разве нет? Нет, игроки не топовые. Они по составу, как раз где-то четвертой, пятой. Ну, все равно. У Фета проигрывать дома как-то... Не комильфо. Да нет, прикольно однозначно. Они твое место. А про «Спартак» совсем не сказали, да, друзья мои? Скажи, скажи. Да, мы хотели от тебя услышать. Да, ну, очень радостный матч против команды Бердыла играть безумно тяжело. Несмотря на то, что у Рубина сейчас игра не до конца поставлена. На самом деле, это был очень тяжелый матч. «Спартак» сейчас будет гораздо проще в плане того, что он свои точки уже взял. А остальные матчи перенесены у конкурентов. Конкурентам сейчас будет сложнее. Да. Соглашусь, полностью соглашусь, что «Спартак» молодец. Свои три очка в Казани взял. Взял и теперь, как говорится… Потирает ручки. Пускай остальные. Да, убирает ручки. Взял и здоровье наших игроков на то, чтобы наши команды сыграли именно с ними. Но, давайте посмотрим, и чтобы, может быть, наши болельщики, кто не знает, обязательно включаем телевизор и смотрим. 23 марта, это уже буквально в эту пятницу, Россия играет с Бразилией. А 27 марта во вторник Россия играет с Францией. Первая игра состоится в Москве, вторая в Санкт-Петербурге. В Лужниках. Да, первый матч открытия с бразильцами. Ты падёшь? Ты падёшь? Ты падёшь? Открытие было с Аргентиной? Нет, но играть будут в Лужниках. В Лужниках? Нет, нет, нет. Я же ходил на этот матч. Точно, точно. А я добавился. Я добавился. Ну, Аргентина тоже, кстати говоря, да? Да, тоже. Аргентина, Бразилия для матчей – отлично. И ещё сразу объявление о том, что 27-й – это вторник, да? Во вторник у нас проходит программа, поэтому посовещавшись мы так решили, давайте всё-таки в среду соберёмся, чтобы мы могли обсудить эти два матча. Я думаю, нам будет о чём поговорить. Итак, Россия – Бразилия. По именам раньше я мог назвать сборную команду Бразилии, что называется, стартовый состав… Ночью разбуди. А сейчас, в общем-то, я, наверное, назову, ну, не знаю, Неймар. В общем-то, наверное, и всё, кого я вспомню. Олег, я тебе больше скажу. Ты сейчас не назовёшь полностью весь состав сборной России. Если вот так сейчас тебя спроси. Несколько имён ты пропустишь, я думаю. Так, если не все. Не, ну, кроме Акимфеева. Давай толкнёмся от России. Вот меня удивляют четыре вратаря у нас почему-то. Первый раз я вот… Чем больше вратарей, тем не скучнее. Тренер вратарь. Вы помните хоть один сбор сборной? Ну нет. Даже команды какой-то, не клубной команды, чтобы четыре вратаря приехали на сборы. Это вообще… А кто приехал? Габулов приехал. Который сидит сейчас в запасе. Который уехал. Ну это же друг. Да. Ну это ладно, да. Это уже их личные отношения. Я говорю вот… Не обидятся на меня все любители футбола. Я вот до сих пор называю не сборной, а сбродной. Вот реально какой-то сброд. Начиная от тренера. Ну честно. И даже, ну естественно, я буду смотреть с Бразилии, с Францией, переживать, ругать этих кривоногих. Там все опять там… Восхищаться игрой Игоря, который будет тащить этих… Не ругайся. Да. Не ругайся. Ну просто… Да неважно. Волюнтаризм и сегодня у нас… Попрошу не выражаться. Действительно, посмотришь сейчас на сборную. Действительно, вот сейчас травмы, да, согласен. Травмы обрушились. Но почему-то тренер ничего не предпринимает. Получил травму Кокорин, вызывается защитник. Да. Ну как-то. Я прочитал, я думал, как интересно. Ладно, ну пускай там нужен. Убери ты этого четвертого вратаря, возьми защитника. С защитниками проблемы сейчас. Нет, Женя, ну почему до этого довели? Ну как так правильно, что Березуцкие отказались? Правильно. Во-первых, сам Черчесов очень конфликтный человек. Да. И с Дзюбой… Дзюба, кстати, сгодился бы. Дзюба, мы можем назвать. И Денисов бы. Конфликтный. Правильно Березуцкие отказались. Правильно. Не согласен. Где потенциал? Где задел? Где молодежь? Ребята, у вас столько времени было. Он на каждом матче бывает. Даже в Химках я увидел. Сидит в Химках, смотрит, значит, футбол с Краснодаром играет. Ну ты елки-палки. Смотрит в книгу, видит… А кого ты вызываешь? Вот именно. Где? Это говорит о том, что, значит, люди, которых вызывают, они пролоббированы кем-то, либо какая-то заинтересованность Черчесова. У меня другого нет варианта. Вот и все. Я соглашусь. И пока у нас это будет тащить кумовство, мы так и будем проигрывать и Атлетику по 8 мячей, и Манчестерам, и Ливерпулем, и всем прочим. И бразильцам. Кроме Арсенала. Кроме Арсенала. Договорились. Договорились. Я сказал, Олег, хочешь ходить на сборную в Россию? Он говорит, в пятницу. Нет, не хочу. Тоже не болею за Россию? Ну как же не болею за Россию? Да будем болеть. Я за ее матушку-то еще так болею и переживаю. Просто я хочу увидеть, наверное, хотя этот матч, естественно, они не покажут уровень Атлетика, Локомотив, Россия, Бразилия, Россия, Франция. То есть насколько нам покажут наше место в этих матчах. Мы должны хотя бы знать 15 конкретных игроков уже. Потому что сейчас начинают все говорить, что вот контрольные контрольные. Какие контрольные ребята? Это уже контрольные были в прошлом году. В этом должны выходить уже полностью готовы на игровый состав. Ты слушал сегодня Сергеев Чесова по радио? Да. Я слушал по радио его интервью. Что он сказал? Он сказал, что не надо нам никого. У нас уже все, костяк есть. Так объяви ты его. Я удивился. Я так чуть руль не отпустил. Объяви людям, хотя бы люди знали. Он сказал, вот этот костяк, который есть, он и будет играть. Все. Практически никто не придет туда больше. Получается, что он ни Дзюбу, ни Денисов. Мы пролетели с этим чемпионатом. Ну, дорогие друзья, мне очень хочется... Он сказал, что Черышев будет играть вместо того. Хоть я и говорил в начале передачи о своем пессимизме, а сейчас у меня наоборот, там достаточно оптимистичное настроение. В отличие от моих коллег, которые говорят, что нечего нам будет смотреть на чемпионате мира, что мы нашу сборную увидим в трех играх, а все остальное время мы будем смотреть на лучшие сборные мира. Уверен, что это абсолютно не так. Ну что ж, я с вами прощаюсь. В следующий раз мы встречаемся 28-го в среду и уже на самом деле, без наших вымыслов, будем обсуждать, как наша сборная сыграла с Бразилией и с Францией. Спасибо, друзья, вам. Спасибо. Болеем за нас. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова